Продолжение следует... Потому что все это позволяет большему количеству людей увидеть нашу программу, а нам это очень важно. Со мной на связи мой соведущий, экономист Владислав Иноземцев. Владислав, рад вас видеть. Добрый день. Вот издание «Важная история» благодаря утечке данных на днях опубликовало список людей, на которых Роскомнадзор составил досье для того, чтобы когда-нибудь внести их в список иноагентов. В этом списке есть ваша фамилия. Как вы отреагировали на это? Ну, на самом деле, когда этот список появился, я, естественно, с ним ознакомился, и я абсолютно не ожидал это увидеть. Поэтому, как никакого удивления, у меня особо не было. Единственное, что было довольно специфическим, это то, что это, как бы, внесение в этот список состоялось летом 21-го года, как раз в тот период, когда я фактически весь год был в России. И вполне, так сказать, легально, официально появлялся, там, то на реке Москвы, то еще на каких-то мероприятиях был, ездил в Гельцин-центр, и в Петербург, и был спал на Столыпинском форуме. То есть, как бы, среди долгого времени моей жизни за границей, в последние годы, это был как раз период абсолютно московский. И в этот момент получить такое уведомление было, конечно, довольно странно. Я так посмеялся про себя. А если серьезно, то, конечно, список достаточно понятен. В общем-то, критерий выбора не оставляет особых сомнений. То есть, люди независимые, явно чем-то власть раздражающая, фактически в полном составе в нем находятся. А что касается перспектив, слушайте, я на самом деле по этому поводу не слишком парюсь. Тем более, что у меня есть ощущение, опять-таки, посмотрю этот список, да, что либо его участники идут на повышение, в кавычках, да, то есть, переводится там из членов, из кандидатов в члены ЦК достаточно быстро. И даже многие просто, не будучи в этом списке, оказываются иноагентами, как в свое имя, там, Евгений Ройзман и многие другие. А те, кто находится там уже почти два года, как правило, дальнейшего развития этой темы не имеют. Поэтому я отношусь к этому, еще раз повторю, абсолютно безразлично, что будет, то и будет. Какого-то особого драматизма я в этой ситуации не вижу. Но, еще раз повторю, меня удивило только то, что как раз тогда, когда во мне было меньше всего иноагентского, этот список был составлен и там оказался. Ну, хорошо, будем надеяться, что вы так и останетесь потенциальным иноагентом, и все-таки вас в этот список не включит Роскомнадзор и Минюст. Вот. Переходим к традиционным экономическим новостям. Как вы предсказывали на фоне дефицита в российском бюджете, власть пришла за деньгами к российскому бизнесу. Им предложено внести в федеральный бюджет 200-250 миллиардов рублей для начала и в виде добровольных взносов. Владислав, почему в виде добровольных взносов, а не каких-то других? Ну, вы знаете, это, честно говоря, уже довольно сложно и там смешно комментировать, потому что, судя по всему, в правительстве есть такой замечательный персонаж, который просто помешан на вот такой советском понимании экономики как раздела. Я догадываюсь, я догадываюсь. Да, это Андрей Белорусов. Он наступает на те же самые грабли с какой-то невероятной последовательностью. И, в общем-то, на мой взгляд, уже, ну, лично для меня его усилия просто очень смешные. Потому что одно дело, да, он постоянно производит панику среди предпринимателей, постоянно производит конфликт между правительством и администрацией президента и, соответственно, руководством крупного бизнеса, то есть РСПП, многими другими бизнес-организациями. И всякий раз получает, условно говоря, большую фигу. Потому что, если мы посмотрим на то, что происходило раньше, ни одна его инициатива не увенчалась успехом. То есть, в 2018 году был огромный шум по поводу того, что он решил отнять 500 миллиардов, тогда он был, так сказать, менее мелочным, чем сегодня, у металлургов. Была большая, так сказать, история на эту тему. Очень много шума, очень много конфликтных ситуаций. Тогда действительно был момент, когда цены на металл были очень высокими, и он, естественно, говорил, что эти ребята заработали деньги неправильно. На самом деле, это очень важный момент, потому что в России существует, в отличие от Запада, не культ такого вот подхода к тому, законно или незаконно, а справедливо или несправедливо. Вот, все может быть очень законно, но кому-то кажется, что это несправедливо. В данном случае, господин Белоус, вот это чувство справедливости, оно какое-то болезненно обостренное. И вот, в 2018 году, лета три месяца, шла история вокруг их 500 миллиардов. В результате, все тихо сошло на нет, потому что кончилось это тем, что металлурги клятвно пообещали тогдашнему советнику президента, что они в течение какого-то времени в очень важные проекты эти 500 миллиардов приинвестили. Чем закончилось, не знает никто, скорее всего, ничем. В 2021 году тот же самый персонаж снова вылез с той же самой инициативой. На этот раз он уже хотел всего 100 миллиардов, то есть у него, так сказать, колебательные движения, переменный топ. Он хотел 100 миллиардов и кончилось ровно тем же самым. То есть он хотел изъятие этих 100 миллиардов в виде таможенных пошлин, экспортных, закончил все небольшим увеличением НДПИ, и то практически символическим, который остался существенно ниже, допустим, по металлургии, по многим другим полезным ископаемым, чем, например, аналогичный налог в странах Латинской Америки, даже в Латинской Америки. Не самых налоговоблагаемых стран. И то, что происходит сейчас, в общем-то, видимо, приведет к тому же самому результату, потому что на инициативу дали отрицательное заключение все бизнес-ассоциации. И у меня существует ощущение, что, конечно, это тоже сойдет на нет. По ряду причин. Во-первых, это абсолютно незаконно, потому что, в принципе, сама идея права, она не предполагает введение закона задним числом, а это все инициативы, которые направлены на то, чтобы изъять что-то, что раньше было получено. И, во-вторых, естественно, вот все, что касается добровольности, это вызвало у бизнеса сейчас очень большие возражения, просто потому что тогда, если это принимается, тогда начинается такая цепная реакция, когда можно объявить все, что угодно. То есть подъезжает какой-нибудь чиновник, какого-нибудь бизнесмена, и говорит, там, Вася, Петя, давай там добровольно сбрось там 500 миллионов куда-то. Тем более, что просочилась информация о том, что мысль господина Белорусова не стоит на месте. И в последнем случае была даже идея, чтобы не нарушать бюджетный кодекс. Эти добровольные пожертвования сбрасывали в добровольно созданные вице-премьерами какие-то благотворительные и прочие некоммерческие фонды, которые якобы должны потом отправить деньги на социальные нужды и на инвестиционные проекты. То есть это настолько убогая, на самом деле, идея. То есть такое впечатление, что концепт, который создают Белорусов, он не совершенствуется, а наоборот деградирует с каждым новым кругом и вызывает все больше возражений. Поэтому, честно говоря, я думаю, что эффекты этой инициативы иметь не будет. Но она не отменяет того момента, что власть хочет залезать к бизнесу как можно сильнее в карман. И это продолжается. И на самом деле, параллельно с этой инициативой, чуть позже, за несколько дней, проявилась другая инициатива, которая уже просто танком едет вперед. И, безусловно, будет удобно. Эта инициатива по расплачиванию нефтяников в связи с введением новой базы налога на добычу проведенных скопаемых по нефти. Вот на самом деле, я думаю, что мы увидим еще много попыток сделать что-то абсолютно незаконное или абсолютно выходящее за рамки разумного подхода. Может быть, товарищ Беруссов для этого и содержится на своей должности. Но так или иначе, и в ответ на это будут постоянно, мы увидим, ответы бизнеса, реакции, а потом тихо и сапы при великих новых законах, которые действительно менее раздражают предпринимателей и носят, по крайней мере, чуть более легитимистский характер. Вот я с вами подробнее хотел поговорить о налогах для нефтяников. Минфин как раз определился с тем, как будет рассчитываться налог на добычу полезных ископаемых. Делаться это будет не от фактической цены нефти, а от цены за марку Brent минус определенный дисконт, который в апреле составит 34 доллара за баррель и потом постепенно к июлю снизится до 25. К чему это приведет? И правильно ли я понимаю, что фактически правительство тем самым перекладывает проблему потолка цен на хрупкие плечи российских нефтяных компаний? Но они не такие уж хрупкие. Я думаю, что если они хрупкие, то все остальное вообще просто хрустальное. На самом деле, да, это так. И вот здесь я вижу определенную хотя бы какую-то логику. Потому что действительно нефть и нефтяной сектор, нефтегазовый, он для российской экономики в последние годы был одним из важнейших, особенно для бюджета. Бюджет получал нефтегазовый доходов приблизительно от 34, ну от 3 до половины, да, от 34, по-моему, до 51% своих доходов за последние 15 лет. Такая банка постоянно колебалась. И то, что сегодня власть хочет получить с нефтянки дополнительные доходы, я считаю это достаточно разумным. По той простой причине, что, во-первых, этот сектор один из наиболее государственных. А с другой стороны, здесь действительно, скажем прямо, есть что взять. И прозрачность, и понятность этого налога, она достаточно, ну скажем так, высокая. В чем идея? Действительно, мы знаем про потолок цен. И власть хочет сейчас сделать, как я понимаю ее следующее. Она хочет сейчас создать условия привязки налога к ценам, на базовым сортам нероссийской нефти, да, в частности к бренду. Бренд легко исчисляемый категория, постоянно котируется. Это не отдельная марка Юрос, она продается на всех возможных торговых площадках. То есть цена ее понятна. Плюс к этому, что хочет сделать Россия еще? Она хочет, судя по всему, понизить добычу, может быть, только на словах. Очень многие комментаторы уже сказали, что заявили нового о снижении добычи на 500 тысяч баррелей в сутки, это фикция. Но так или иначе, Россия хочет начать толкать нефтяные цены вверх. И, собственно, если раньше смысл этого оказался неясным, в том плане, что, ну хорошо, если у вас есть 60-процентный потолок, если обойти его сложно, если никто не собирается пока ее присматривать, даже если вы возгоните там цены до 100-105 долларов, но что вам-то от этого? Да вроде бы ничего, да? А вот сейчас может показаться, что что-то будет, потому что если, допустим, за 2-3 месяца цены уйдут к 100 и чуть выше, о чем говорят многие мировые аналитики, за счет искусственно созданных истерик, за счет восстановления спроса в Китае, там есть много причин, то здесь мы увидим как раз ситуацию, в которой очень быстро, за несколько месяцев, расчетная цена нефти для налогообложения может легко опередить, легко пробить этот 60-процентный лимит, 60-процентный лимит и даже пойти выше. То есть вот если предположить, что, допустим, цена там в июле или в августе там чуть больше 100, то мы уже видим, что налог взимается с цены 75 и даже выше, а это вполне устраивает бюджет, который был сверст на 70. То есть в данном случае, видимо, власть поставила очень четкую задачу увеличивать доходы любыми средствами, в основном за счет топливно-экетического комплекса, и она нашла, ну скажем так, довольно приемлемый вариант, потому что в нефтянке у нас всегда были такие вещи весьма условные. Да, мы знаем, что у нас была цена отсечения, что, соответственно, там выше какого-то уровня все налоги взимались в бюджет, или там фонд на самом богостоянии. То есть вот нефтяникам не привыкать к идее условных отсечек, да? Поэтому я думаю, что этот шаг абсолютно более разумен, чем идея всяких добровольных сборов и самообложения. Плюс к этому я хочу сказать, что вот первые расчеты, которые эксперты провели, они уже опубликованы, были, по-моему, вчера, показали, что возможность извлечения этого налога где-то 500-600 миллиардов за год. Честно говоря, я бы дал гораздо большую цифру. Я думаю, что по итогу года, если норма будет введена, соберут дополнительно больше триллиона. То есть это сумма, за счет которой, или по поводу которой, стоит побеспокоиться, в отличие от 100 миллиардов, и там даже 200 миллиардов, которые хочет получить белорусов такими странными путями. Еще раз повторю, тема разумная, по крайней мере, она имеет шанс на успех. Плюс к этому, понимаете, у нас в России всегда, очень часто, были нормативные значения, которые сильно отклоняются от реальных. У нас сначала было, допустим, в недвижимости очень низкие кадастровые цены, в которые мы брали налоги, потом они резко повысились и стали выше рынка и так далее. То есть вот такого рода условные базы, расчетные, они в налоговой системе российской присутствуют много где. И в этом отношении, я думаю, что идея реализуется довольно успешно. Ну вот вы говорите, что таким образом с помощью дополнительных налогов с нефтяных компаний можно собрать до триллиона, вы сейчас сказали. При этом вы же прогнозируете, что дыра в бюджете по итогам года может составить 7 триллионов рублей. Соответственно, насколько это спасет ситуацию для Минфина, для правительства? Ну, смотрите, я говорю про 7 триллионов именно, как и прочих равных, по ситуации на начале января, если ничего не делать. И вот мы видим, что правительство начинает шевелиться. Я думаю, что будет много других дополнительных инициатив. Конечно, ничего подобного, скорее всего, уже сделать будет невозможно по масштабу. Но я думаю, что в следующем, в очереди на вот такое раскулачивание, как мы уже обсуждали в прошлый раз, стоят, конечно, большие банки. Потому что доход из банковской системы к концу прошлого года стал стремительно восстанавливаться. По условиям санкций правительство и Центральный банк обеспечили очень большое количество в год для банковской системы. Мы видим стремительное восстановление прибыли Сбербанка, допустим, в прошлом году. И в конце прошлого года в ноябре в декабре. Поэтому я думаю, что в этом году банковская система, я думаю, может дать, ну, как минимум еще миллиардов 500. Плюс к этому, я даже об этом писал какой-то пост недавно. Можно вспомнить, если уж говорить по белорусовской логике, если пойти по такому конкретному раскулачиванию, то, например, возникает вопрос, с чего вдруг в прошлом году, летом, правительство вообще отказалось получать дивиденды с прибыли Сбербанка. А прибыль была больше триллиона, так, по итогу 2021 года. То есть тоже, в общем-то, не копеечные вещи. Это, опять-таки, не 100, не 200 миллиардов. Я думаю, что правительство будет ориентировано на то, чтобы закрыть где-то треть вот этой дыры, которая образовалась, и должна была образоваться. Насчет дополнительных налогов, большего я, честно говоря, не жду. Да, там можно повышать акцизы на бензин, они будут повышаться наверняка, ЖКХ довольно быстро растет в цене, естественно, с учетом прибыли компании, там будут больше налоги. Но в любом случае, дыру закрыть налогово невозможно. И многие комментаторы, когда эти новости пришли, уже начали говорить довольно банальные истины, что, в общем, увеличивая налоги, вы режете бизнес, золотые яйца там уничтожаете и так далее. Ну, слушайте, на самом деле это, конечно, наверное, так, но пока речь идет именно о повышении налогов на те сектора, которые развивались в последние годы не так уж плохо. Это и нефтянка, и метрология на прирост удобрений и так далее. То есть это не попытки увеличить там НДФР с 13% на 20%, не попытка загнать малый бизнес полностью в тень. Это, в общем-то, попытка собрать быстрое по большим компаниям. Я думаю, что, еще раз повторю, треть дефицита они так закроют, а остальное, конечно, это только долги и эмиссия. Здесь увеличением налогов закрыть такую дыру невозможно в принципе. Ну вот как раз переходя к теме банков, к теме Центробанка, в пятницу ЦБ оставил ключевую ставку без изменений, это было ожидаемо. Накануне этого события Блумберг со ссылкой на источники, все как мы любим, сообщил, что правительство оказывает давление на российский Центробанк, чтобы тот был более оптимистичен в своих экономических прогнозах, и чтобы тот дал рынку четкий сигнал о том, что готов смягчать денежно-кредитную политику. Я с вами хотел обсудить, согласны ли вы с тем, что существует давление на ЦБ, насколько ЦБ российский самостоятельным в своих решениях, и к чему такое давление на этот институт может привести? Ну, на самом деле, я абсолютно убежден в том, что давление существует. Потому что мы знаем, что в правительстве существует много людей, которые, конечно, хотели бы увеличение, снижение ставки, увеличение кредитования, тем самым рост денежной массы, и, по сути дела, вот того, чтобы колесики экономики закрутились бы немножко быстрее за счет чисто финансовых мер. Но, если даже давление не существует, что вполне вероятно, ЦБ ответил на это очень специфическим образом, я бы сказал, виртуозно. Потому что как раз в последние дни прошлой недели он не только оставил ставку на прежнем уровне, но он пересмотрел кое-какие прогнозы. И, в общем-то, с одной стороны, пошло на поводу правительства, потому что прежний прогноз роста ВВП в 2023 году составлял где-то минус 2,5-3% падения по официальной статистике ЦБ, этот прогноз был резко пересмотрен в рамках минус 1, плюс 1. То есть, фактически ЦБ увеличил прогнозный вариант где-то на 3% с небольшим, даже там на где-то 0,2% пункта, опередив улучшение прогноза МВФ, которое показало плюс 0,3 недавно. То есть, в этом отношении, с точки зрения прогноза, ЦБ сказал, да что хотите, да? Пожалуйста, вам хочется красивой цифры, вот мы вам говорим, что может быть так будет хорошо. А с точки зрения реальной политики, он сделал ровно наоборот, потому что прогноз среднеучетной ставки на следующий год был, наоборот, повышен приблизительно на полупроцентных пунктов по сравнению с тем, что говорилось раньше. То есть, если действительно есть такое перетягивание каната и взаимное давление, какие-то взаимные обвинения между ЦБ и Кремлем, допустим, и правительством, то ЦБ отвечает прекрасно, да? Там, где ничего не значащий момент, как прогноз ВВП, да? Он говорит, хорошо, ради бога. А там, где есть серьезный момент, кредиты, политики, проценты и ключевая ставка, он говорит, нет-нет-нет, подождите, все не так хорошо, мы не будем ее снижать. То есть, вот в данном случае, на мой взгляд, ЦБ, это сегодня институт, который может оппонировать властям, Белому Дому, Кремлю, правительство, но, пожалуй, лучше любого другого института в стране. А он чувствует за собой силу, он чувствует за собой важность, он прекрасно понимает, что Путин его не тронет, просто потому что, и потому что работа в 1922 году была сделана блестящей по удержанию курса рубля и по, в целом, сохранению финансовой стабильности. И, судя по всему, в Кремле тоже понимают, что, так сказать, замена, там, у кого с Национального банка на какие-то сервийные фигуры, разделяющие логику, там, Глазева, Белоруссова, это дорога к экономическому коллапсу. Потому что, на самом деле, в итоге 1922 года, они говорят о том, что фактически испытания в области промышленности, там, санкции, запчасти, комплектующие, поставки и так далее, или санкции в отношении экспорта и импорта, они переживаемые, да, их можно, с ними можно бороться и можно противостоять. Но вот в случае, если начинается финансовая паника, как это было в марте, то экономика очень легко спускается в хаос. И, по большому счету, Центральный банк, который предотвратил эту панику, наслуживает самых высоких оценок и, в общем-то, того, чтобы ему не мешали работать впереди. Насколько вот эта вот устойчивость Центробанка связана с персоной Эльвиры Набиулиной? То есть это очевидно, что именно она выступает гарантом определенной самостоятельности своего института, верно? Ну, слушайте, я думаю, что да, конечно, но у Эльвиры Набиулиной хорошая команда, там и Сеня Юдаева, которая с ней много лет работает, и многие другие профессионалы. Я думаю, что на самом деле Центральный банк сейчас выступает не просто как отдельная личность, а именно как серьезный институт, который показывает хорошие результаты на всех направлениях, да, и в прогнозировании, и финансовом регулировании. Центральный банк занимается не только ставкой, он укрывает страховые компании, фактически весь финансовый рынок. Поэтому я думаю, что, конечно, личность влияет, но опять-таки в отличие, допустим, от какого-нибудь там Минэкономики или Минфина, или Минпромторга, где есть вот только один человек, а дальше пустыня, вот Центральный банк отличается от этих всех институтов тем, что там есть большая и серьезная команда, которая прошла, которая имеет многолетний опыт, который не один из участников, который не набран случайно, в отличие от всяких назначенцев, которые приходят в министерство пачками. И в этом отношении, я думаю, что его репутация, каким бы условно ни была эта формулировка в университетной ситуации, она выглядит в глазах правительства очень сильно. Вот к вопросу, к теме назначенцев. Два года назад вы, если не ошибаюсь, в «Новой газете» опубликовали статью под заголовком «Новые крепостные» или «План крепостные», прошу прощения. Да, вы писали о том, что российское общество, стало делиться на условных государевых людей и холопов. Государевые люди – это привилегированный класс силовиков и высших чиновников, которые пользуются особыми правами, и дети которых также занимают ключевые посты, также интегрируются в государственную систему управления. Я с вами хотел обсудить, усиливается ли эта тенденция с началом полноценной войны с Украиной, и подтверждает ли ваш тезис недавнее назначение на пост директора Третьяковской галереи госпожи Проничевой, которая является дочерью Евгения Проничева, генерала армии и экс-руководителя погранслужбы ФСБ России. Ну, смотрите, в той статье, во-первых, я совершенно не претендую ни на какое авторство идеи вот этого нового двоянства и так далее. Мы знаем, что экспонент Солдатов, госпожа Бараган, эту идею выдвинули уже больше 10 лет назад, продвигают ее постоянно, исследуют ее во всех возможных деталях, поэтому здесь я полностью, так сказать, метаю любые свои заслуги. Тема статьи в «Новой газете» была, скорее, другой немножко. Она заключалась именно в деле крепостничества, то есть, по сути дела, в том, что возникает система кормления, когда люди, близкие к власти, даже уходя из власти, да, или там, когда они подрастают, дети появляются, родственники и так далее, они получают какие-то, скорее, синекурные должности, которые позволяют им контролировать, может быть, большой, может быть, небольшой сегмент экономики или социальной сферы, получать с этого определенный доход, да, то есть, речь шла именно, скорее, о том, что люди становятся материалом для обогащения вот этих нужных фигур. И я думаю, что в данном случае мы видим приблизительно этот же момент в случае с проничьей, потому что, конечно, постдиректор этой диковки, хотя, наверное, многие скажут, что это не совсем так, но это никакая не руководящая должность, это никакой не контролирующий момент в экономике, это просто позиция денежная, авторитетная, влиятельная, но по большому счету ее появление этого человека на данном месте, на мой взгляд, показывает, что, типа, у нас есть достаточно своих людей для того, чтобы куда-то лезли профессионалы. Вот, собственно, это и есть главный сигнал. И этих сигналов очень много было за последние годы, мы видели смену руководства многих вузов на таких весьма сервильных людей, и я думаю, что этот тренд продолжится. И он, на мой взгляд, не совсем касается наследственности, не совсем касается попыток удержать какие-то куски собственности и прочее. Это просто речь идет о том, что общество дается четкий сигнал, что время профессионалов завершается, у нас сейчас сложный момент, нам нужно быть вместе, нам нужно сплотиться, те, кто более сплочен, те получают все, те, кто хоть в чем-то, так сказать, выделяется из этой общей массы, те выдавливаются из процесса вообще. Вот, я бы это, скорее всего, выделил в качестве основного посыла. Но вопрос о том, кто как будет, скажем так, делить российское государство, собственность, да, и возможности в стране после того, как нынешняя геронтократия начнет потихонечку уходить, это вопрос отдельный. Я абсолютно убежден в том, что он беспокоится очень многих. И на самом деле, несмотря на то, что у многих чиновников дети уже пристроены, инкорпорированы, мы знаем и про детей Фродкова, Иванова, и многих-многих других людей, уж не говоря про Патрушева и так далее, все равно это не ослабляет хватки этого старича над рычагами государственной власти, потому что все равно уверенности в том, что молодое поколение потянет, у них явно нет. Внутри наверняка существуют определенные линии противостояния и напряженности, поэтому говорить о том, что вот сейчас уже идет массовый переход ответственности, массовый переход управления в руки второго поколения от этой путинской компании, я бы сказал, что все-таки рано. Люди еще боятся этого момента. Ну, а российские олигарты, естественно, более других озабочены вопросами о том, кто будет наследовать им, каким образом эта собственность перейдет дальше, будет она как-то отнята, отнята, будет ли она сохранена, прецедентов судов вокруг наследства, огромных скандалов их все больше и больше. Поэтому все, что связано с переходом в поколение 1, в поколение 2, и в бизнесе, и во власти, это одна из самых болезненных тем на сегодня. Но, тем не менее, вы констатируете, что часть государственных, весомая часть государственных должностей уже распределяются не в зависимости от профессиональных качеств, а от лояльности или принадлежности к семье. То есть Россия – это страна, проигравшая меритократии. Можно ли так сказать? Конечно. Но, слушайте, это можно было сказать очень давно. На самом деле, да, это, наоборот, страна, выигравшая посредственность. Потому что это происходило уже много лет. И, собственно говоря, вся система, она выстроена на это. То есть, ну, как бы сказать, я не помню, с каких времен начались об этом разговоры. Но, в любом случае, конечно, как только вся команда Путина стала приходить, среди них, ну, честно говоря, я так не вижу особо каких-то выдающихся личностей с уникальными способностями. И ее приход, он в целом вызвал этот огромный сдвиг от людей, которые сами еще добились в жизни, где-то прошли через выборы, где-то прошли через сложные карьерные конкуренции, к людям, которые именно оказываются рояльными. Да, конечно, на низких и средних звеньях в государственной иерархии нужны профессионалы. Но там, где речь идет о людях, которые способны ставить конкуренцию высшестоящим чиновникам, профессионализм должен быть очень... Он должен быть на последнем месте. А как бы готовность не высовываться, готовность служить тому, кто тебя назначил. И, в принципе, очевидное ощущение того, что те, кто снизу, не лучше тех, кто сверху. Она должна существовать. Поэтому я думаю, что эта линия была задана изначально. Тут уже не важно, дети, не дети. Но, да, это так и есть. То есть мини-тохратия в России закончилась, не начавшись. То есть я бы сказал, что она может проявляться когда-то в каких-то моментах относительно эпизодических в позднем демократическом СССР. Но после 1993 года ее не существовало в природе. Вы говорите, что нет выдающихся профессионалов в окружении и в команде Владимира Путина. А вот как же Эльвира Сахипзадовна Набиулина, о которой мы говорили? На самом деле, вот я решил сказать, что... Или ее должность не предполагает конкуренции с Путиным? Нет, она не то, что не предполагает конкуренции. Есть несколько позиций, которые, скажем так, они не являются командными, скорее, они являются исполнителями. Вот, то есть есть, опять-таки, даже Министерство финансов в значительной мере не является управляющим министерством. То есть там не принимается решение, допустим, кто будет строить там, кто будет подрядчик какой-нибудь Крылского моста, да, или какого-то другого мегапроекта, и кто будет строить стадионы. Там просто предлагается найти вариант, как получить налоги с экономики, и дальше, соответственно, правительство, депутаты и так далее дают Министерству команду, как эти налоги будут дальше распределяться. В данном случае это министерство поставило определенные рамки задания, да, и дальше оно вынуждено найти какие-то варианты исполнения этого задания. Здесь профессионализм нужен. В Центральной банке профессионализм тоже, безусловно, нужен. Вот эти, пожалуй, два, две точки, которые, еще раз повторю, в 2020 году были весьма эффективными, они построены, не могут быть построены на иных принципах. А все, что касается именно команды, ну, слушайте, Силанов и Нубиуль никогда не входили в близкие круг Путина, никогда не участвовали там ни в каких бизнес-схематозах, да. Соответственно, а то, что касается тех, кто заинтересован, тех, кто получает выгоды от этих операций, тех, кто сидит на этих бюджетных потоках, то вот относительно них, конечно, профессионализм по распилу, он гораздо важнее любого другого. И близость к власти, и наличие неформальных отношений, это, конечно, самый важный актив. Ну вот, продолжая тему нового дворянства или нового феодализма, русское слово BBC рассказало замечательную историю успеха. 25-летний чеченский предприниматель Валид Корчагин стал совладельцем одного из крупнейших предприятий Украины. Речь идет о металлургическом комбинате имени Ильича в захваченном российскими войсками Мариуполе. Пишут, что Корчагин связан с семьей сенатора Сулеймана Геремеева, соратника ближайшего Рамзана Кадырова. И вот здесь вот, если в контексте разговора о новом средневековье, мы имеем дело буквально с распределением феодов на захваченных землях. Так ли это? Отчасти. Судя по тому, что пишут о этом, так сказать, талантливейшем бизнесмене, это не какой-то отдаленный родственник Сулеймана Геремеева, это его племянник, и это, конечно, многое объясняет. Да, он даже фамилию все поменял не так давно. А что касается завода имени Ильича, я думаю, что здесь все-таки несколько более сложная связка, потому что тот же самый фигурант был замечен еще в прошлом году в активном участии в скупке предприятий западных компаний, уходящих из России. В частности, он является одним из владельцев бывшей сети кофеин «Старбакс». И некоторых других активов, которые остались от бывшего успешного западного бизнеса. Что касается завода Ильича, то здесь я уже, наверное, не стал бы говорить о том, что это крупнейшее предприятие Украины. Но половина предприятия фактически уничтожена, там большая часть производства активов разрушена, ущерб предприятию колоссальный и работать они смогут многие годы. И я бы сказал, что здесь, конечно, с одной стороны, то, что вы говорите правильно, это какое-то помечание захваченных позиций, раздача каких-то призов, военных трофеев. Но, конечно, я абсолютно убежден, что новые собственники, его компаньоны, они не собираются извлекать никакой прибыли из деятельности будущего этого предприятия, инвестируют туда хотя бы копейку. Речь идет, конечно, о том, что явно будут очень большие бюджетные потоки обращены на либо реконструкцию этого предприятия, либо на его снос, как это говорилось Паразов-Сталь, и создание там каких-то других активов. То есть в данном случае речь идет о том, что ребята активно присели на государственный финансовый поток. И это главная задача. То есть, по сути дела, в отличие капитализма, да, путинского капитализма 90-х годов, оно все-таки, на мой взгляд, заключается фундаментально в том, что в 90-е годы коррупция, конечно, была тоже очень большой, никто с этим не спорит. Но в значительной мере она происходила от распила результатов. То есть бюджет был очень слаб, денег было мало, поэтому, допустим, условно говоря, в той же самой Москве, что делал тоже Лужков, да, он раздавал земельные участки строительным компаниям, добивался, соответственно, от них каких-то доли жилья для города. Естественно, там были какие-то взятки и неформальные договоренности, но, по сути, большинство из них реализовывалось тогда, когда какой-то объект был построен, и когда от него возникала прибыль, часть его неформальным образом вызывалась, там, начиная от, я говорю, простой коррупции, окончая там спонсорством Храма Христова Спасителя или что-то еще, на нужную бюрократию. Сейчас речь идет абсолютно обратно, то есть речь идет о том, что главным источником обогащения стал бюджетный поток, а и в этом отношении результаты какой-то деятельности, они глубоко вторичны, то есть можно намного больше обогатиться на том, что государство выделяет деньги на реконструкцию завода, потом снова случится какая-то заварушка, его снова разбомбят и снова начнут восстанавливать. Вот мне кажется, что речь идет о том, что сейчас борьба за активы или какие-то позиции вот на украинских оккупированных территориях, они связаны не с лакомостью этих кусочков, они наоборот все глубоко убыточны, там нужно тратить сотни миллионов рублей и долларов на восстановление этих сооружений, этих активов, а именно в том, что туда пойдут большие государственные вливания, если возникла какая-то стабилизация ситуации. И, конечно, чеченские предприниматели, они имеют на это очень хороший нюх, естественно, как сама Чечня процветает именно в финансовых потоках из федерального центра, так и вот здесь они заметили, совершенно разумно заметили новую лакомостью. Хотел с вами обсудить последствия чудовищного землетрясения в Турции и Сирии. В Турции пишут, что это может обернуться, может дорого стоить и обойтись Эрдогану, поскольку эту катастрофу воспринимают именно как провал в государственном управлении, за который Эрдоган несет личную ответственность. Дело в том, что, как оказалось, по мнению оппозиции, в частности турецкой, в течение 20 лет президентства Эрдогана, власть закрывала глаза на нарушение строительных норм, в том числе в сезмически опасных районах. Теперь все это припомнили Эрдогану. Я с вами хотел обсудить не Турцию, скорее, а Россию. Почему в России, при всем обилии техногенных и природных катаклизмов, их последствия никогда не входили в зону личной ответственности Владимира Путина? В чем здесь разница между Эрдоганом и Путиным? Разницы много. Смотрите, ну да, если говорить о самой конве, то такие обвинения сейчас есть, они достаточно многочисленные, и на самом деле они находят определенные подтверждения и со стороны власти, и со стороны ее оппонентов. Например, в Турции есть такой небольшой городок Эрзин, там порядка 40 тысяч жителей, это единственный город, где жертвы были минимальны, а ни одно здание полностью не рухнуло. Этот кейс сейчас очень активно раскручивается, включает центральные газеты Турции, пишут об этом постоянно, фактически в том ключе, что мэр этого города на протяжении более 10 лет категорически выступал против любых нарушений инструкции в строительстве, да, и там действительно либо вообще не строилось здание с нарушением нормативов, либо почти что их не строилось, и этот мэр, он неожиданно оказался членом Народно-Республиканской партии, которая является сейчас главной полиционной партией Турции. Вот я думаю, что тема, она складывается из двух частей в Турции, я имею в виду, потому что с одной стороны Эрдоган пришел к власти в начале 2000-х годов приблизительно в ситуации, немного напоминающей нынешней, когда был очень крупный землетрясение 99-го года, и тогда как раз партия Эрдогана обрушилась критика на своих путешественников, как часто бывает, за то, что они довели страну такого состояния, и сейчас это фактически таким бумерангом прилетело саму Эрдогану. Что касается нарушения строительных норм, ну все средства массовой информации, турецкие и иностранные подчеркивают, что это правда, что их было масса, что несанкционированные строительства велось в огромное количество, особенно вот пострадавших аренов на Южном Бережье, где был строительный бум все последние там 10-15 лет, где было огромное количество жилья и объектов строилось в интересах иностранных, частных лиц и компаний, где было очень много покупок иностранцам и жилья, сейчас ее вообще призывают запретить. То есть сама по себе пропаганда развернулась широко. Но, опять-таки, вторым моментом, почему это случилось? Конечно, случилось потому, что в Турции есть мощная оппозиция, и выборы, которые будут в мае, они, в общем-то, изначально должны были быть весьма конкурентными. И когда у вас есть оппозиция, когда у нее есть пресса, когда у нее есть сторонники, и есть люди, которые могут представлять собой историю успеха, как вот этот мэр Эрзина, это, конечно, ситуация существенно отличающаяся от российской. То есть я бы сказал, перекидывая мостик, что, во-первых, у нас, даже если кто-то стал бы предиквать путь на техногенные катастрофы, нет бенефициаров тех, кто мог бы с этого собрать определенные бонусы. Потому что, ну хорошо, допустим, можно сказать, хавать Путина за, я не знаю, какие были большие катастрофы, там, Саяна Шушевского, за аварии на шахтах. Но, во-первых, напрямую за них не ответственно. Все наши нормы, они исполнили достаточно неплохо. И вопрос о том, что если, соответственно, обслуживание и ремонт не проводят владельцы этих объектов, то, опять-таки, это не вопрос к Путину. С другой стороны, кто может начать такую кампанию? Да, позиции нету, для инвестиционных лиц тоже нету. И еще раз повторю, конечно, слава богу, тут никакое там свержение режима не может быть, так сказать, оправданием или даже так, лаковым моментом в этой ситуации. Слава богу, что таких катастрофов в России в последнее время нет. Потому что, конечно, да, если бы что-то подобное случилось в таких масштабах, мы не знаем, как повернулась бы ситуация. И на кого бы обратилось недовольство, нефть, скорость россиян. Но, еще раз повторю, в Турции к использованию вот этой страшной катастрофы в политических целях, в общем-то, все было готово. И она оказалась просто идеальной, господи, вписанной в этот политический пейзаж кануну президентских выборов. В России, еще раз повторю, херогенные катастрофы остаются частными явлениями. Они постоянно выясняются, кто есть конкретный стрелочник этих случаев. Иногда они несут наказание, иногда нет. Но в любом случае, я не могу сказать, что там в России не понимаю, кто ответственный. Но, объективно говоря, прямого выхода на Кремль каждый такой случай не дает. И ни масштабам, ни, собственно, причинами своего возникновения. Ну, вот вы сказали, что в России, слава богу, не было катастроф с таким количеством жертв. Но, может быть, уместно провести параллель как раз с мобилизацией, и, в общем, количество, ну и с началом войны, количество жертв, который среди россиян, в общем, уже идет на тысячи, да, сопоставимо с количеством жертв землетрясений в Турции. Соответственно, это как раз рукотворная катастрофа, которую сотворил своими руками Владимир Путин. Но, тем не менее, ну, никакого особенного отклика негативного в обществе пока не наблюдается, казалось бы. Уместна ли такая параллель? Ну, она не совсем уместна все-таки, потому что в данном случае, да, конечно, война, она приносит жертву несрезмеримой землетрясениями, намного больше, безусловно. Но здесь речь идет о том, что, фактически, она до вторжения готовилась к путинской пропаганде на протяжении многих лет. И парадоксальным образом я действительно этого не ждал. Я думаю, что мало кто ждал этого в таком масштабе. Она совершенно не вносит пока расколы в российское общество. И серьезный уровень недовольства не возникает. То есть почему это происходит? Или это совсем, так сказать, оболванивание масс? Или это практически истерия? Сколько времени это может продолжаться? Выдержит ли система там новой волны мобилизации? Или еще какие-то эксцессы, типа закрытия границ, чего-то подобного? Я не знаю. Сейчас, я думаю, никто не скажет, не даст ответ на этот вопрос. Но, в любом случае, совершенно понятно, что то, что происходит сейчас в контексте войны, это выдано Кремлем за общенародное движение, за то, что люди поддерживают. И на самом деле, молчаливо люди это поддерживают. Я знаю, что многие не согласятся с этим тенденцем, но я повторю, что все мои опыты общения сейчас с коллегами и друзьями в России показывают, что с момента начала войны уровень ее поддержки, даже довольно агрессивной поддержки среди моих знакомых растет, а не снижается. Конечно, это зависит от того, что на это накладывают отпечаток, потому что многие люди, которые не поддерживали войну, бежали, уехали. И сейчас, оставшись в России, они видят, видимо, ситуацию в каком-то безнадежном свете. То есть уже борьба, кажется, обреченная на неудачу, бессмысленной, опасной. В этом отношении тоже может быть ответы респондентов, которые собирают службу опроса, общественное мнение, показывают не совсем верную картину. Но так или иначе, то, что вот в нынешней ситуации это не является почвой для больших протестов, нам раз это очевидно. И опять, понимаете, почему так происходит? Я все-таки считаю, что в России очень важен фактор постепенности. То есть если у вас падают доходы, как это было в 98-м году, за одну неделю вдвое, там курс рубля падает там в три раза, куча людей теряет работу, останавливается производство, что-то такое катастрофическое, то у людей действительно возникает ощущение беды, опасности, кризиса и так далее. Если это происходит медленно, постепенно, ухудшение, увеличение проблем, люди стараются свыкнуться, стараются приспособиться, пережить это каким-то образом, выстоять. Вот ситуация с войной кажется мне из этой же сирии. То есть сначала это была частичная спецоперация, ненадолго, там на несколько дней возьмем Киев, потом чуть дольше, потом генерализация, потом тяжелые бои сейчас, там большие потеи, может быть новая волна, на нас получился весь Запад. Вот идет нагнетание, идет ощущение, что все становится постепенно хуже, ситуация серьезная, надо как-то готовиться, держаться и так далее. Турецкая ситуация, в отличие от этого, она была мгновенной, шоковой и, соответственно, порождающей совершенно другую реакцию. Вот еще раз повторю, по большинству позиций российская военная операция и турецкое землетрясение с их последствиями для политики в Турции и России несопоставимы являют. Ну вот, продолжая тему отношения российского общества к войне, оказывается, в России все после начала войны стало меньше желающих эмигрировать, об этом говорит исследование холдинга «Рамир», на который ссылается РБК. Доля желающих уехать из России снизилась в 2022 году с 20% до 15%, несмотря на войну. Конечно, ко всем опросам, которые проводятся в России, приходится относиться с известной долей скептицизма, но, тем не менее, других опросов у нас для вас нет. Можете ли вы как-то прокомментировать эти данные? Ну, знаете, прокомментировать я могу их только в, скажем так, в одном ключе. Если мы говорим, допустим, мы доверяем этим опросам и пытаемся понять, почему они показывают улучшение, в кавычках или без кавычек, ситуации. И здесь есть рациональные моменты. Во-первых, надо прекрасно давать себе отчет в том, что если из России за прошлый год уехало больше миллиона человек, то при взрослом населении, допустим, это около 100 миллионов. Но, в принципе, это уже как минимум 1,2% пункта снижения показателей желающих уехать просто потому, что часть из них в свое желание воплотила жизнь. Второй момент, который, я думаю, очень важен или даже наиболее существенный в данной ситуации, он заключается в том, что общее восприятие россиянами внешнего мира за этот год резко поменялось. И не безосновательно, потому что мы прекрасно понимаем, насколько сложнее сейчас стал любой отъезд. Мы видим и проблемы с визами, и проблемы с имуществом, и с активами. Запад воспринимается как абсолютно агрессивная сила. Многие страны вообще полностью закрылись от россиян. Плюс к этому, мы видим, насколько усложнилась, так сказать, в кавычках, релокация в бывшей Советской Республике, как там все подорожало, стало сложнее устроиться и прочее. Мы видим. Поэтому мое ощущение заключается в том, что люди адекватно оценивают возможности отъезда. И желание, оно в любом случае может быть абстрактным, но если говорить о конкретных желаниях, то могут быть реализованы, то, конечно, к концу года люди, задумывающиеся об переезде, их стало, конечно, меньше. Просто потому, что сам процесс стал намного более сложным. Ну и, соответственно, я думаю, что... Владислав, позволю себе вас перебить. Дело в том, что вот я формулировку сейчас посмотрел, какой вопрос именно задавали респондентам. Если бы вам предоставили все необходимые документы, хотели бы вы жить в другой стране или предпочли бы остаться там, где находитесь? То есть как бы в самом вопросе заключена вот эта вот... Снимается проблема релокации. Ну да, тогда это теория. Я думаю, что это, конечно, в первую очередь, безусловно, эффект пропаганды. Да, хотя вам дадут документы, но все равно вы окажетесь там, где русских шельмуют, где вы люди второго сорта, где все красиво, а то есть плохо и так далее. То есть я думаю, что тогда, главное, если это так был задан вопрос, то, конечно, это тогда эффект пропагандистского давления, когда людям просто пытаются внушить, что весь мир против них, все их не любят, и в общем нигде вам нет нормального места лучше, чем в своей собственной стране, где вас защищает президент или так далее. То есть я думаю, что здесь психологический момент, он важен, потому что, еще раз повторюсь, даже вот мои знакомые друзья, не буду называть там имены мест и городов, но раз недавно был случай, когда человек фактически выиграл грин-карту США, и его друзья, и родственники, и знакомые выставить с колоссальным, даже не осуждением человека, да, он с женой и ребенком пытается уехать, а именно с попытками объяснить ему, что там будет все ужасно, что никто там тебя не ждет, работы не будет, языка ты не знаешь, это будет катастрофа, угробишь ребенка и так далее, и так далее. То есть вот, видимо, в обществе очень сильно вот это ощущение того, что весь мир – это зона опасности для россиян, и чем дальше, чем больше. Скажите, а он в итоге, ваш знакомый, он принял решение уехать или остаться? Да, он уезжает. Уезжает, то есть все-таки он не прислушался. Ну, там достаточно молодая пара, там 35 лет. Вот, и, в общем-то, да, они как бы это решение приняли. Я хотел бы наших зрителей попросить написать в комментариях, в какой стране вы находитесь, откуда вы нас смотрите, и в том случае, если вы россиянин, как вы относитесь к идее миграции? Готовы ли вы это сделать? Может быть, вы уже в течение последнего года покинули пределы страны. Напишите, будет интересно почитать. Владислав, спасибо вам огромное за эту беседу. Спасибо. Как обычно, увидимся в следующий вторник. Будем разбирать главные экономические темы России и всего мира. Спасибо вам. Обязательно. До свидания. Это был бескомпромиссный Владислав Иноземцев и его «Правила игры». Вы на канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Кирилл Седов. Сразу после нашего эфира смотрите программу «Воздух» о главных событиях сегодняшнего дня. Там будет очень интересно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски нашей программы. Увидимся в четверг в программе «Труба». Пока. Субтитры подогнал «Симон»